Какой первый английский матч в жизни довелось прокомментировать? Помнишь? Ну а как же? Это начало 90-х, 96-й год, перед Новым годом. Где-то мы сняли студию. Фантастика. Не у нас, не на Ран-ТВ, не около метро Парк Культуры. Не помню где конкретно, но где-то в Тьму Таракане. Это как раз было перед Новым годом. И это было в записи в Манчестер Юнайтед Суперкубок. Он тогда назывался Community Shield, не Community, а Charity Shield, детский щит так называемый. А Community он стал называться позже. Манчестер Юнайтед с Ньюкаслом. Как сыграли, помнишь? 4-0. Манчестер выиграл. А в таком случае английский футбол в 80-е, в 70-е как удавалось смотреть в условиях того, что все-таки в Советском Союзе сложно было смотреть западный футбол? Мало что показывали. В 80-е, только в системе интервидения. Потому что мы же не входили в систему Евровидения, но входили в систему социалистическую интервидения. Но иногда такие спортивные редакции, тогда не было первого канала, второго канала, а было просто центральное телевидение. Первая программа, вторая программа. И обычно по второй программе по системе интервидения, когда там под музыку Бетховена интервидения на фоне Кремля. Да, вот эта заставочка была знаменитая. И потом тебе показывали либо матчи национальных сборных, там, предположим, Голландия, ГДР, либо матчи Кубка Европейских чемпионов. Там, например, Берлинская Динамо против Мюнхенской Баварии, или там Аякс. Но это было крайне редко, крайне редко. Естественно, один из соперников должен быть был из соцлагеря. Хорошо. А в таком случае, как пришла любовь к английскому футболу? Она была всегда. Она была всегда по одной простой причине, что нужно было просто представить себе. Вот представь себе на секундочку, когда ты живешь где-нибудь в тьму таракани, да, и вдруг тебя выводят, закрыв глаза на широкую поляну, освещенную ярким солнцем, где ты видишь совершенно новые какие-то цветы, деревья, небо голубое, все другое. Так и тут. 1963 год, матч сборных мира и сборной Англии в честь столетия английского футбола. Это так и называется, матч столетия. Он был 26 октября. Это была фантастика. Я до сих пор... У нас был обычный телевизор «Старт». Не КВН уже, не КВН, а «Старт». Потому что отец был рукастый у меня. Он великолепно разбирался. Он, кстати, начинал работать на телевидении, на Шаболовке. И он рукастый был мужик. Прекрасно мог сам собрать телевизор. И он его, собственно, и собрал. И у нас не КВН был, а «Старт». Ну, это вот такой... Что-нибудь видно было в такой... Видно, видно, видно. Нет. И поразительно было то, что из Англии была картинка, ну, естественно, ЧБ, но она была настолько четкая по сравнению с той, которую мы видели. Футбол-то, кстати, довольно часто показывали по телевизору. Сборная Советского Союза — это святое. Всегда было. Либо по первой, либо по второй программе. Это обязательно. Но картинка из Лондона, с Уэмбли, и, конечно же, чумовое поле, вот это вот шахматное, да, вот эти клеточками. Это вообще, это с ума можно было сойти. Оно было ровное, без проплешин. Даже во вратарской, где играл вратарь, оно, представляешь, без проплешин. У нас обычно это там песок, и там, значит, все растоптано, разбито, а здесь все ровненькое. Это было что-то невероятное. Английский чемпионат сильно изменился за последние 10-15 лет? Ну, я бы сказал, он изменился после того, как открылись, так скажем, шлюзы, кингстоны, когда пошли буквально потоком вот эти легионеры с континентальной Европы. Раньше легионеры были всего 2-3 человека, но первые легионеры были, это вот аргентинцы, да, Оси Ордилес, чемпионы мира, и Давид Вилья, чемпионы мира 78-го года. Причем это было на фоне войны, флагленды, войны Аргентины и Англии. И оба играли за Тоттенхэм, кстати. Потом Оси Ордилес, Асвальдо Ордилес, он остался, Вилья уехал, а Асвальдо остался в Англии, стал тренером, он тренировал некоторые английские команды, но больших успехов не добивался. Но полузащитник Асвальдо Ордилес, он был любимцем Уайт-Хартлейн. Когда ты комментируешь даже обычный английский матч, ну, например, Вилверхэмптон-Хаддерсфилд. Это необычный, потому что обычных в английской премьер-билете не бывает. Абсолютно. Но сразу складывается впечатление, что в каждом матче миллион голевых моментов. Как тебе это удается? Это не мне удается, я просто комментирую то, что я вижу. Я ничего не добавляю. Ну как, ну когда Волвергэмптон, на которого никто не ставит, да, и приезжает на Молинью, кстати, Волвергэмптон команда известнейшая, команда, которая, в общем-то, положила начало кубку европейских чемпионов, кстати. Сама-то не участвовала, правда, но дала повод главному редактору экип сказать, что нужно выявлять лучшую команду. Потому что англичане объявили Волвергэмптон чемпионом мира. Они выиграли у Гонвида, тогда за Гонвида играл сам Ференс Пушкош, и московский Спартак они обыграли. Это было тогда, это были действительно весомые, очень весомые команды. Вот, и англичане объявили чемпионами мира, на что тут же последовал ответ из Франции. Экип придумал кубок европейских чемпионов. Есть ли любимая команда в Англии? Любимая команда, ну, это, я уже говорил неоднократно, Нью-Кассел Кевина Кигана. Начало 90-х, когда он ее вернул в английскую премьер-лигу, и уже окончательно я влюбился в нее, когда комментировал. Помнишь, на Сем-ТВ были у нас вот эти вот программы, исторические матчи английской премьер-лиги? Да, 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 полчасовки. Их не нужно было резать, это просто вот их нужно, к ним нужно было готовиться, их нужно было озвучивать. Но озвучивать как? Там же они приходили без скриптов и вообще без состава, потому что в первый сезон английской премьер-лиги не было номеров. Были номера от первого по одиннадцатой. Это потом постоянные номера, это второй сезон, 93-94, а первый сезон это были просто номера, с первого по 12-й, и там еще судьи, дядечки такие, выходили с такими табличками. Помнишь, такие таблички выходили, замены, очень интересно было. И к ним нужно было готовиться, найти, надо сказать, довольно сложно было номера. Возможно, не все знают, но Александр, действующий артист театра у Никитских ворот, заслуженный артист России, театр под руководством Марка Розовского. Да, народного артиста. Марка. Есть ли любимый персонаж английской литературы, которого ты хотел бы сыграть или которого уже сыграл? Персонаж? Ну, это пьеса Шафера, Амадеус. Очень бы хотел сыграть Сальери. До сих пор не удавалось? Ну, пока Марк не ставит, пока Марк не ставит. Это был, как сказать, такой негласный уговор с Олегом Павловичем Табаковым, потому что Марк поставил эту пьесу в середине 80-х, в начале 80-х. Тогда первые были исполнители Козак, потом Сережа Безруков играл, а Сальери, бессменный Сальери был Олег Павлович Табаков. И когда он уже не мог играть, все равно. Кстати, эта пьеса нигде не шла. А фильм Амадеус Формана? Ну, здесь какие вопросы? Это великий фильм, это фантастический фильм. Абрахам, кстати, получил как раз Оскара за роль Сальери. Ну, пьеса Шафера, она великая, она фантастическая. А есть ли в английском футболе футболист с выдающимися актерскими качествами? Кантана. Кантана. Эрик Кантана, который сейчас известнейший актер. Он не просто художник, он же живописец. Его в вернисаже привлекают тысячи людей. Он вели, кстати, очень-очень интересные картины, очень интересные сюжеты. Потом он сам, да, он, ну как, я не знаю, я небольшой знаток такой живописи, но во всяком случае на меня его картина производит впечатление. А сам он благодаря своему уму, потому что прежде всего ум виден, он виден, колоритная фигура в кино, он всегда... Но в основном он снимался в костюмных фильмах. Он в современных практически не играл. Какие три вещи из английского футбола хотелось бы перетащить в наш футбол? Всего три. Ну, прежде всего прозрачность. Прозрачность. Законы. Законы. Тут этого достаточно. И с тем, чтобы руководили клубами не дяди из обкомов, которые остались в итоге. Ну, только они сейчас называются по-другому. А люди, которые любили футбол и знали футбол. Ну, как Галевский, например, да? Как Сережа Галевский, который из пустого места, из воздуха сделал грандиозную команду. Первое, второе. Ну, а все, а больше ничего не нужно. Больше ничего не нужно. Первое, второе и третье. У нас только одно. Вот есть вот такой человек. Нам не хватает таких людей, как Галевский. У нас очень много случайных людей. АПЛ, английская премьер-лига, вообще английская лига, она выталкивает непрофессионалов. Она выталкивает приживал. Потому что там бизнес, там огромные деньги. Там сумасшедшие бабки платятся за трансляции. Поэтому там нельзя ставить под удар всю эту работу. Там не могут быть люди некомпетентные. А у нас это сплошь и рядом. Как общаешься, начинаешь общаться. Когда я еще комментировал Российскую премьер-лигу, просто диву даешься, что эти люди работают на денежной работе. У нас люди получают копейки за пределами Москвы. Учителя, врачи. А вот эти люди получают тысячи, тысячи, десятки тысяч ни за что. Это паразиты, понимаешь, непрофессионалы. Вот это жалко. В Англии такого не бывает. Какой для комментатора тебя идеальный выходной? То есть? Ну, как бы ты провел свой идеальный выходной день? Идеальный выходной день просматривай футбол. Всегда? Ну, нет, конечно. Во-первых, у меня выходных практически нет. Потому что либо ты готовишься к матчам, есть репетиции, есть спектакли. Ну, пока здоровье позволяет. А так, книга. Естественно, книга. Книга. И, конечно, хорошее кино, сериалы. Я обожаю. Что нравится в Англии как в стране? В Англии в стране? Ну, я там был восемь раз. Воз был в разные времена года. Потому что, помню, что на 7TV мы кубковые матчи показывали. И кубок английской лиги. А это либо уже конец зимы, а не в феврале. В конце февраля играют. Либо в начале марта. Первый, там, второго марта. Это финал у них. Кубок английской лиги. Это финал. Мы на финалы ездили. Потом кубок Англии. Это май. Числа 12-18. И суперкубок. Это вот Charity Shield. Community Shield. Это вот за неделю до первого тура. И прежде всего, ты там теряешься в этой толпе. Ты там никому не нужен. Это вот самое важное. Но в то же время мне неоднократно помогали сориентироваться люди абсолютно незнакомые. Подходили ко мне и вот эта так называемая легенда о том, что на Западе все жадные. Я вот стою около метро. Черт возьми, там очередь. Мне нужно ехать на Уэмбли. А там подходит женщина. Она говорит, вы хотите пройти? Вам что-то вот нужного? Я говорю, да, там очередь сюда-сюда. Она говорит, да нет проблем. Раз, проходите, пожалуйста. Я был потрясен. Несколько раз такое было. Причем ничего не требует. А главное, кто к тебе не пристает. Не обращает на тебя внимания. Какой ты там серобармалиновый, негр ты или не негр. Черный, белый, красный. Не важно, с косичками ты или без. Главное, чтобы ты не мешал другим. Готов ли ты к тому, что аудитория на ОКО будет моложе той, на которую ты обычно работал? Готов говорить с ними на одном языке? Аудитория одна и та же. Аудитория, она везде. Я думаю, что футбол английский будут смотреть. Понимаешь, те, кто уже поражен этой бациллой английского футбола, не будут смотреть на ОКО, будут смотреть пиратским каким-то способом, другим каким-то, я не знаю, но наверняка будут смотреть. Если молодежь, которым папа с мамой дадут деньги, чтобы подписаться на ОКО, ну, конечно, здорово смотреть на великолепную картинку, HD, все это красиво, чтобы было. Но те, кто, может быть, не будет этого иметь, такой возможности, будут наверняка смотреть. Для меня молодая она аудитория или старая не имеет никакого значения. Для меня имеет значение футбол, и прежде всего моя задача донести нерв, донести атмосферу футбольного матча. А рассуждение, это я говорю свое личное мнение, а рассуждение, в какой системе играет, это само собой понятно. Ты в начале репортажа говоришь, а потом весь матч рассуждать 3-4-4 или 4-4-5, или они сейчас переходят на эту систему. Я хочу слышать сопереживание человека, который рассказывает мне о футболе. Вообще, комментатор — это саундтрек. Понимаешь, саундтрек к фильму. Ты иногда смотришь фильм, просматриваешь его, а потом покупаешь диск, или там в интернете находишь саундтрек к фильму, и ты прослушивая, ты вспоминаешь фильм. То же самое и комментатор. Он не должен мешать, он должен, наоборот, должен дополнять картинку. Есть ли у тебя лучший напарник по комментаторскому репортажу? Среди моих коллег очень много классных комментаторов, но как таковых напарников я вообще работаю один в основном. Не потому что... Ну просто я увлекаюсь во время репортажа, и у меня свои заготовки, у меня свой сценарий тут же вырастает. Хотя я работал в паре, наиболее удачно получались у меня дуэты, это с Ромкой Гудсайтом и Денисом Казанским. Как ни странно, с таким большим комментатором, великолепным, как Юра Розанов, Юрий Альбертович, мы несовместимы. Мы оба лидеры, поэтому вот, к сожалению, у нас комментария не получается, потому что он говорит, вот, у меня там то-то, Илья там начинаю говорить. Я помню, как вы в комнате с ним всегда спорите, слово за слово, и не можете вообще сойтись ни в чем. Ну вот, да, у него свое видение, у меня свое, как ни странно. А вот с Казанским и Гудсайтом, да, это, пожалуй, вот, ну это крайне редко, это как бы в необходимости, а так я работаю один. Несколько вопросов Блиц. Шерлок Камберберча или Шерлок Ливанова? Нет, ну, конечно, для меня, ну, я тебе должен сказать, что мне Шерлок Камберберча в первой серии очень понравилась, очень. Там и великолепный доктор Ватсон, и вообще завязка сама по себе очень любопытная. Потом это все слишком стало, приедалось. У наших нет, у наших это, у нас драматик, у нас драматик, актеры, 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 актеры. Фергюсон или Венгер? Нет, ну здесь Фергюсон или Венгер, за Венгером сезон, который не удался никому. Ну, по-моему, только Престон не проигрывал, да, в первом чемпионате, по-моему, первый или второй. Тебе ближе к тому. Да, ну мне, конечно, Фергюсон. Потому что Венгер вообще играл без обороны. А потом ему в свое время повезло. Фергюсон, он прошел через все круги ада, когда был. А Венгер пришел на готовое. Это причем не какая-то претензия к нему. Он пришел в готовую команду Джорджа Грэма. Вот вся оборона, начало венгеровской команды, он пришел осенью 96-го, Венгер, и уже в 98-м, первый сезон, это бронза у них была. А потом они в 98-м, они стали чемпионами. Но это все игроки Джорджа Грэма. Оборона, вся его была. Битлз или Роллинг Стоунс? Битлз, конечно, конечно, Битлз. Они мелодичны, они приятны. Есть любимые. Хотя у Роллингов, у Майо, Сатисфакшн, это классика иногда. Просто под настроение ставишь ее. Фишн чипс или картошка с селедкой? Картошка с селедкой. Ну там не хватает другого. Ну как картошка с селедкой, не просто ты живешь. Там не хватает запотевшего стаканчика. Понимаешь, такого настоящего. И напоследок у нас еще три вопроса от наших людей из соцсетей, которые были выбраны. Самый крутой матч английской премьер-лиги, что довелось комментировать? Вы знаете, это все очень для меня, я еще помню Юрке Дудью рассказывал, когда мы показывали кубковый матч с участием Хоршема, Хоршем Солнце. Тогда еще Солнце тренировал Роберто Мартинес. А там как было? Там было строго. Там закупили трансляцию, вот она врубилась, восток это, а там ливень. Там просто разверзлись хляби небесные. И вот в течение часа мне пришлось держать аудиторию. Вот это был действительно, и матч потом был сумасшедший на этом поле. Это, конечно, команды Хоршем, команда шестого дивизиона, тогда была Солнце из четвертого дивизиона, тогда не было этого подразделения, как сейчас, чемпионшип, да, Лиг Ван, Лиг Ту. Ну, вот это, пожалуй, самый крутой, настоящий английский футбол такой был. Но, правда, без изысков. Кто для тебя честь и совесть английского футбола? Ну, честь и совесть мне сложно сказать, потому что я мало знаком лично с футболистами, хотя, комментируя матчи с Уэмбли, например, да, я сидел рядом с Виали, с Патриком Вера, с Лиг Гиксоном, понимаешь, с Раим Парлером. Они работали как раз комментаторами, и я фотографировался с ними, у меня были эти фотки, они остались у меня в архиве. Это безумно интересно. Честь и совесть, ну как, ну, я бы сказал, по-другому немножко повернул твой вопрос. Кто настоящий капитан, кто вожак, ну, он и должен быть и честью, и совестью, да, конечно, Рой Кин. Рой Кин, который может сказать честно, что он норвежца Холланда сломал совершенно умышленно, сломал его, и, кстати говоря, лишил его, в общем-то, карьеры. Ну что ж, друзья, Александр Елагин, новый член команды ОКО. Добро пожаловать. Спасибо, дорогой. Мне бы еще маечку такую, как у тебя. Подгоним. Да, подгоним, да. Ну там, пока в ателье. Могу снять. Пока в ателье, нет, пока в ателье. Я понимаю, да. Субтитры подогнал Игорь Негода.